Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васенда. Смотрите сейчас. Светофоры, дайте визу. Банк развития подарил Бобруйску две машины скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. В чем уникальность? Липовый кредит. Мошенники продолжают атаковать белорусов. Ссылка может быть завуалирована под выгодное акционное предложение. Сколько денег уже похищено? Есть такая профессия – родину защищать. Представители военных факультетов встретились с абитуриентами. Открывается новая специальность – информационная безопасность. Какие нужны экзамены? А также отношения союзников, вклад в будущее и здоровье нации. Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу, к чему призывают медики. Равные условия. Во Дворце независимости прошло совещание на тему белорусско-российских отношений. Александр Лукашенко напомнил, чуть больше года назад на заседании Высшего госсовета союзного государства было принято 28 отраслевых программ. Подписывая интеграционный пакет, официальный Минск подчеркивал, в основе документов должна лежать справедливость. И для людей, и для предприятий. И это незыблемо, акцентировал президент. Для этого, по мнению главы государства, необходимо сближение законодательства, открытый доступ на российский рынок промышленной и сельскохозяйственной продукции. Для Беларуси момент принципиальный, учитывая национальные интересы. Именно поэтому мы пошли на комплексное решение многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией. Прежде всего, это касается интеграции в экономической сфере. Фундамент. Создание условий для кооперации предприятий обеих стран. В программах и ведомственных планах содержатся около тысячи мероприятий по их реализации. Установлены конкретные сроки и ответственные лица. Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю, не бывает кто-то один виноват, а второй хороший. Где-то и мы не дорабатываем. Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы. Межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего, в сферах энергетики, промышленности, транспорта, Беларусь пока не шутила. Также президент еще раз обратил внимание. Беларусь и Россия не поступают со суверенитетом. И добавил, если стороны в перспективе увидят, что чего-то не хватает и надо принимать дополнительное решение в плане интеграции и сближения экономики государств, то будут обсуждаться соответствующие вопросы. Игры на доверие. Банковские мошенники продолжают атаковать белорусов. Только за несколько дней преступники похитили около 27 тысяч рублей. Аферисты связываются исключительно через Вабер. Представляются работниками службы безопасности банка. Рассказывают жертвам, мол, на их имя оформлен кредит. После убеждают, нужно сделать такой же заем или перевести деньги на сохранный счет. Ссылка может быть завуалирована под выгодное акционное предложение от известного интернет-магазина или банка, предлагающего какие-либо бонусы и провоцирует перейти по ней. Злоумышленники атакуют и в Инстаграм. Здесь уже создают профили интернет-магазинов, наполняют фотографиями и фейковыми отзывами. За последние дни от рук таких горе-продавцов пострадали уже три местных жителя. Тестовая эксплуатация, индустриальный парк и справедливые цены. В стране действует 10-процентная скидка на социально значимые товары. Кто может на нее рассчитывать? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В республике в этом году сохранится скидка в 10% на социально значимые товары. Она распространяется на 29 позиций. Такая поддержка направлена на защиту наиболее уязвимых категорий граждан – пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных. Сумма покупок в конкретном магазине с предоставлением льгот не должна превышать размер бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. Сейчас это 339 рублей 83 копейки в месяц. Китай выделит Беларуси транш в 2 миллиона юаней. Это около 300 тысяч долларов. Средства будут вложены в технико-экономическое обоснование строительства второй электрической подстанции в индустриальном парке «Великий камень». Он функционирует с 2014-го. На его территории действует особый правовой режим с различными льготами для комфортного ведения бизнеса. Началась тестовая эксплуатация белорусско-российского трамвая «Минин». От задумки до создания новой машины прошло чуть более полугода. Транспорт на 90% из комплектующих союзных государств. Он вышел на первый участок в Нижнем Новгороде. В этой области и размещается производство. Этот проект уже сейчас бьет все рекорды по темпам реализации. Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Однако расслабляться еще рано. В стране фиксируется так называемая «тридемия», когда COVID-19 на очень низкой активности. Но есть проблема гриппа и респираторных заболеваний. Медики призывают вакцинироваться, носить маски в общественных местах и сохранять социальную дистанцию. В стране проведено почти 600 ярмарок в новогодние и рождественские дни. Работало 1140 елочных базаров. В магазинах был представлен широкий ассортимент товаров от сувениров до кондитерских изделий. Акционные мероприятия продолжаются и сегодня. В крупных универмагах постоянно предлагаются товары со скидками. Государственная поддержка Минтруда назначила на 2023 размеры денежной компенсации за технические средства соцреабилитации. В первую очередь для людей, у которых проблемы со зрением и слухом. Это может быть мобильный телефон, который умеет синтезировать человеческий голос или различные вспомогательные приспособления для надевания, приема и готовки пищи. Выплаты предусмотрены за 10 единиц в год. Люди с инвалидностью могут приобрести устройство самостоятельно. Для получения компенсации необходимо обратиться в Центры соцобслуживания населения по месту жительства в течение трех месяцев со дня покупки. При себе граждане должны иметь заявление, документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, индивидуальную программу реабилитации-абилитации инвалида или заключение ВКК, удостоверение инвалида. А еще предоставить выписку счета, открытого в Беларусьбанке, плюс кассовые или товарные чеки на приобретение средств реабилитации. Решение о предоставлении компенсации и ее размере принимается в течение 15 рабочих дней. О выплаченных суммах граждане уведомляются в письменной форме. Неотложный вызов. Банк развития в рамках поручения Совета министров подарил Бобруйску две современные машины скорой помощи. Техника оснащена всем необходимым. Спроектирована совместно со специалистами системы здравоохранения. До конца 2024-го парк пополнит еще четыре таких же авто. Продолжит тему Карина Гуревич. Медики Бобруйской станции скорой неотложной медпомощи пока еще привыкают к новым автомобилям. Производитель Маску Пава. Микроавтобус создан на базе отечественного шасси Минского автомобильного завода. Спроектирован совместно со специалистами системы здравоохранения и оснащен оборудованием с учетом требований Минздрава. В настоящее время машина проходит регистрацию в ГАИ. Как только мы оформим все документы, на этих машинах будут работать бригады интенсивной терапии. Мы участвуем в программе ускоренного развития городов с населением 80 тысяч и более. По этой программе в 2023 году мы получим два автомобиля скорой медицинской помощи и два в 2024-м. Машины удобной высоты, чтобы можно было работать в полный рост. Внутри скорого микроавтобуса есть все для оказания помощи. Например, весь левый борт салона занимает вместительный стеллаж с многочисленными отсеками для хранения и транспортировки медизделий. Есть розетки на 12 и 220 вольт для подключения необходимого оборудования. Плюс отдельный отсек с двумя кислородными баллонами по 10 литров. Предусмотрен и выдвижной механизм для упрощенной замены. В центральной части кузова приемное устройство с тележкой-каталкой. Она способна выдержать вес 160 килограммов. Плюс установлены три кресла, два из которых – поворотные. Подлокотники и сидения при необходимости можно сложить. В комплектацию входит рентген-негативный щит носилки и эвакуационное кресло с системой спуска по ступеням для транспортировки пациентов по лестницам. Полезный бонус – отделка стенок и потолка салона. Для этого использовали специальную эко-кожу, которая легко очищается любым моющим средством. Установлены светодиодные лампочки, а штатный люк заменен на стеклянные для естественной освещенности и вентиляции. Мы видим внимание нашего государства к системе здравоохранения. Особенно видим то, что нам ближе – это внимание к здравоохранению нашего города, к скорой помощи. Мы получаем новые автомобили, пользуемся новым оборудованием. Это очень приятно. Пол, потолок, боковые панели и двери дополнительно вибро-термо- и звукоизолированные. В перегородке с медотсеком сделано окно с движной форточкой. Его конструкция гарантирует, что ни запахи, ни шум из кабины в салон проникнуть не смогут. Позаботились и о комфорте водителя. Кондиционер, парктроник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо и полный электропакет. Спинка регулируется? Да. Вот, хорошо. Рукоять. А это у нас что, компрессор какой-то? Да, это пневмоподвеска заднего моста. Как поднимать, так и опускать можно. Замечательно, очень удобно. Благодаря дополнительной аккумуляторной батарее и возможности подключения внешнего источника питания, медицинский салон полностью автономный и не зависит от работы двигателя. Бобруйск, к слову, стал первым городом, которому передали современную скорую в рамках программы. Всего учреждения здравоохранения страны получат 22 машины. Пути развития в Центре дополнительного образования детей и молодежи прошла встреча по профессиональной ориентации. С учениками 11 классов пообщались представители военных факультетов Багуир и БНТУ. Так, в Национально-техническом университете предлагают на выбор три специальности. Эксплуатация наземных, транспортных и технологических машин и комплексов, строительство зданий и сооружений, экономика и управление. Продолжительность обучения – 4 года. Багуир в 2023 году будет осуществлен набор в количестве 105 человек ориентировочно. Будут как парни, так и девушки иметь право поступить в университет на военный факультет. Также в 2023 году открывается новая специальность информационную безопасность на военном факультете университета Багуир. В настоящее время быть профессиональным военнослужащим, офицером – это очень престижная работа, которая позволяет иметь стабильный доход, уверенное социальное положение и, прежде всего, защиты отечества. К слову, чтобы поступить, например, на военно-технический факультет БНТУ, ребятам предстоит сдать вступительные испытания по трем учебным предметам. Один из языков на выбор, плюс еще два, в зависимости от выбранной специальности. Все будет проходить в форме централизованного теста или экзамена. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин